Это еще и за Глебовый Кардемир, то есть получается восьмое место где-то. Восьмое место. Здесь самое главное, конечно, разница в балах, безусловно. Посмотрите, женское одиночное катание. По всему миру сейчас практически главный вид. Обратите внимание на трибуны. Ни на парном катании, ни на танцах столько зрителей не было. А здесь короткая программа. Видите, Юна Ким практически сама против себя. То есть никаких других соперниц и вовсе нет. Соревнуются сама с собой. Ну вот, видите, впереди пока что Глебова. Три балла. Преимущество перед кем? Перед Тугбой Кардемир. Второе место после первой разминки. Все это, конечно, сейчас поменяется. Давайте познакомимся. Йоши Хельгессон. Четвертое место чемпионата мира среди юниоров. Та самая спортсменка, которая проиграла Леоновой, Жанкой, Вагнер, но победила Хакер Гдиванишвили, Хеккен и так далее. Сама из Швеции. Тренируются у Регины Йенсен и Кристины Хельгессон. Это ее мама. И Йоши Хельгессон. Тоже всего лишь 16 лет. Далее будет кататься Фуми Сугури, Элени Гедиванишвили, Юлия Себести. Рэйчел Флэтт и Юна Ким. С удовольствием продолжает зачитывать досье фигуристок. Юлия Себести. Все-таки Юлия Себести на турнире Ростелеком Капп. Укатилась на шестое место. А ведь была первой после короткой программы. Но вытянуть произвольную в том же стиле уже не получалось. Рэйчел Флэтт и Юлия Себести. Не получалось. Не получалось. Рэйчел Флэтт и Юлия Себести. Сюрприз, если честно. Она тренирует с Байаном Орсером в Канаде. И ее хобби incluют веб-серфинг и шоппинг. Ну, а Юна Ким выступила в Париже. Теперь мы видим ее второй раз. Причем, если в Париже она соревновалась с Мао Асада и выиграла у нее, то здесь трудно сказать, с кем она и соревнуется. С Рэйчел Флэтт? Да, вряд ли. Себести, Гидиванишвили, Сугури, никто из них не рассматривается как соперник корейской фигуристки. Во Франции они соревновались с Мао Асада. Затем Мао Асада отправилась в Россию и соревноваться, чтобы соревноваться, выигрывать там. Но вы знаете, чем это закончилось. Очень неудачным выступлением. Мао Асада в итоге стала пятой на Ростелеком Кап и самое ужасное это, конечно, баллы. Баллы, 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 которые сейчас тщательно считают те, кто готовит своих спортсменов к Олимпийским играм. В случае с Юнакимом Мао Асада борьба ведется за каждую десятую, за каждую сотую. война тройных каскадов ведется на разминке. Кудышка Юнаким хорошо размялась. она будет кататься последней. Еще будет время, чтобы отдохнуть. Хороша, конечно. Камера с удовольствием следит за ее уверенными действиями. Такой уверенный макияж. и, конечно же, камера идет за ней.